Естественная убыль населения в России станет рекордной за 11 лет Естественная убыль населения в России станет рекордной за 11 лет 18-14-13 декабря 2019 года РИА Новости, Максим Блинов, прохожий в Москве РИА Новости, Максим Блинов Прохожий в Москве Архивное фото Москва, 13 дек РИА Новости Естественная убыль населения страны Превышение числа умерших надчислов родившихся за 9 месяцев 2019 года составило 259 600 человек, следует из данных Рейстата. Таким образом, по итогам 2019 года естественная убыль станет самой высокой за последние 11 лет. Предыдущий антирекорд был зафиксирован в 2008 году, тогда этот показатель составил 362 000 человек. Основной причиной убыли стало сокращение рождаемости в 80 из 85 субъектах. Большая часть рожениц представительница малочисленных поколений 1990-х годов, к тому же средний возраст рождения первенцев увеличивается, что сокращает возможность рождения последующих детей. 3 декабря, 8 часов. Названа главная опасность для России, кто виноват в вымирании. При этом в России также снижается смертность, число умерших сократилось 27 000 человек по сравнению с прошлым годом. Ожидаемые данные. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал опубликованные Росстатом данные ожидаемыми. По его словам, власти предпринимают усилия для преодоления демографического кризиса в России. «Действительно, демографическая яма, которую неоднократно объяснял и сам президент, и наши все руководители социальной области, действительно, эта яма сейчас находится, собственно, в своей кульминации», — сказал он. Песков также назвал сложившуюся ситуацию очень неприятной. По его мнению, это наследие прошедших десятилетий, история нашей страны, которую мы несем сейчас на своих плечах. В Кремле также напомнили, что на исправление положения направлены национальные проекты и другие меры. Песков также заверил, что все это в скором времени поможет исправить ситуацию. 30 августа, 13.42. Путин назвал семьи с тремя детьми нормальными и правильными. Нужны новые меры. Глава Минтруда Максим Тепелин, комментируя данные Росстата, заявил о необходимости новых мер для стимулирования рождаемости. По его словам, сложившаяся ситуация связана со снижением количества женщин. Это прогнозируемая история, хотя это очень нам не нравится. А так как нам это не нравится, мы со следующего года предпринимаем дополнительные меры. Это то, о чем я все время говорю, что нужно в стимулировании рождаемости, в поддержку семьи, учитывая такую ситуацию серьезную, нужно постоянно добавлять и добавлять меры, сказал министр. Он напомнил, что со следующего года в России увеличат срок выплаты ежемесячного пособия в связи с рождением первого или второго ребенка до достижения им трех лет. Воспользоваться этой мерой смогут семьи, чей среднедушевой доход не превышает двукратной величины прожиточного минимума в регионе. 30 июля 2018 года, 3.11. Опрос показал отношение российских мужчин к женщинам в декрете. Помимо этого, власти увеличат на 1000 рублей стоимость родового сертификата. По словам министра, это уменьшит число абортов. Также в России расширит число регионов, в которых из федерального бюджета софинансируются ежемесячные выплаты на третьего и последующих детей. Кроме того, в законодательстве предусмотрена возможность с 1 января 2019 года при рождении третьего ребенка частично погашать ипотеку средствами федерального бюджета в размере 450 тысяч рублей. 12 июня, 1051 названный регионы с самой высокой смертностью и рождаемостью. Редактор субтитров А.Семкин